Как всегда, приветствую вас на канале Бабушка из Америки. Как всегда, во влоге нашла интересную информацию. Мы идем в наш уютный дом-музей Морганов. Они открыли новую экспозицию и приглашают всех участников клуба меценатов и волонтеров на открытии новой выставки. Выставка называется «Моменту Мору». Помни о смерти. Хорошо это или плохо, но каждого коснется эта тема в его жизни. Другой подготовили интересную выставку. Она травмная, печальная. Но тем не менее, тема перехода на радугу касается каждого из нас. Я нашла очень интересную информацию на основе материалов МГУ Московского государственного университета. Интересные изыскания. Мне кажется, они очень полезны будут каждому из нас. Мы далеко отошли от этой темы сакральности обрядов и переходов. Обряды перехода согласно Арнольду Ван Геннипу. Последовательность церемоний, сопровождающих переход из одного состояния в другое. Из одного мира в другой. Курс «Религоведение». «Ведение» значит «Ведать, знать» на философском факультете. Религоведение, определение – это обряды перехода согласно Арнольду Ван Геннипу. Как полагал Ван Геннип, в течение жизни человек, как воспринимаемый человеком Вселенная, проходит определенный ряд этапов, знаменующихся началом и концом, что образует единый порядок. Относительно человеческой жизни можно выделить такие фазы, как рождение, достижение социальной зрелости, брак, родительство, повышение общественного положения, профессиональная специализация и переход на радугу. Что случается в природе, во Вселенной? Переход от одного месяца к другому, от одного времени года к другому, от одного года к другому. Переход из одного состояния в другое осуществляется с помощью обрядов. Эти обряды перехода направлены на смягчение опасных последствий и взаимодействие советского и сакрального мира, которые вызваны изменением жизни человека и природы. Арнольд Ван Геннип выделяет три основных периода или категории – светское, сакральное и переходное. Например, человек до обряда инициации живет в светском мире, а во время обряда инициации он вводится в сакральное измерение. В сакральное измерение происходит сакральное обновление, перехода, а потом возвращается снова в светский мир, но уже в новом статусе. Именно поэтому в обрядах перехода имеют место три этапа. Выход человека из старого состояния, сакральное, и в сакральном состоянии человек обретает новый статус, и уже с обновленным статусом возвращается в обновленное повседневное измерение. То есть ритуал утверждает и формирует социальные отношения и социальную систему. Это вращение между социальным и сакральным. И называет это кругом вращения или полным оборотом понятия сакрального. Дальше поясню. Такая важная социальная вещь, как рождение первого ребенка. Мы отмечаем рождение, поздравляем малыша с рождением, его родителей, его родных и близких, если есть братья или сестры, бабушек, дедушек. Все очень счастливы и готовят его к крещению или инициации своего нового члена семьи. Следующая первая стрижка малыша. Кто-то на лоз застригу деток, кто-то срезает только локон. Иногда этот локон хранится в каком-нибудь семейном медальоне. Первая помолвка. Здесь уже социальный статус меняется. Молодые люди становятся женихом и невестой. Тоже идут обряды. Первая свадьба. У человека может быть и 10 свадеб, но первая свадьба – это сакральный переход. Молодые люди становятся мужем и женой. Это тоже обряд. Именно что это первое рождение, стрижка и помолвка, свадьба имеет сакральное значение. Так как случается с человеком впервые. Обряды первого раза помогают войти в новую сферу или ситуацию. И вот в своем труде Арнольд Генеб очень хорошо показал обряды перехода. Именно его последовательность церемониальных действий от одного друг к другу. Именно последовательность. И по моему мнению, очень важно отмечать все дни рождения и детей, и свои. Некоторые не любят отмечать свои дни рождения. Говорят, фу, я не люблю свои дни рождения. Но тем не менее, переход от одного года к другому, взросление – это закономерно. Отмечать достижения, окончание школы, окончание вуза, получение дипломов, наград, социального кого-то достижений или каких-то других достижений человека. Очень важно вот этот сакральный обряд, который помогает человеку перейти в другой период своей жизни. Да и, конечно, уход на радугу – это тоже своего рода обряд. Очень важно провести все достойно и для окружающих, и для семьи, и для человека, который уже ушел. И оставить о нем память. Были такие времена, когда покойных людей фотографировали, как живых, усаживали их, или даже ставили, и члены семьи с ними фотографировались. Нам понравилась выставка, она интересная, затронула многие темы. Мы оставили отзыв. Это тоже себе приятно. А что мне понравилось, здесь повесили новые таблички с именами меценатов, которые оказывали большую помощь. Я уже вам показывала, рассказывала, что делали ремонт и собрали 100 тысяч долларов на ремонт гостиной. Здесь реставраторы все восстановились, здесь имена, таблички с именами. Всем это интересное, действительно сакральное. Пишите свои комментарии, как вы думаете, и что вы думаете по этому поводу. Наверное, у вас другое мнение. А нас пригласили еще раз помочь ей украшать этот дом к Рождеству. Буду снимать. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok